Пожалуйста, наши коллеги из Украины, первый микрофон агентства УНИАН. Добрый день, Александр Григорьевич, Павел Широйко, информационный агентство УНИАН. Вы уже на сегодняшний день не один раз обращали, подсказывали свое мнение по отношению к украинской проблеме. У меня вопрос, скорее, самый важный для всех жителей Украины, не только. Что, по вашему мнению, нужно сделать для того, чтобы остановить первопролитие в Украине? И в контексте этого остается ли действенным формат минских переговоров для урегулирования? Вы знаете, Павел, я не представляю пока других форматов для переговоров, нежели Минск. Я объясню, не потому, что это в Минске. Нам, конечно, честь, что украинцы, ОБСЕ, Россия, представители ЛНР, ДНР приехали, ведут здесь диалоги и прочее, что действительно Минск прозвучал как площадка миролюбия мира. Это хорошо, но это не главное. Главное, чтобы там был мир. И здесь худо-бедно многого достигли. Плохо, чтобы в последний момент отошли. От минских договоренностей. Но, тем не менее, когда кто-то кого-то обвиняет, они всегда говорят, а как договорились в Минске? Почему мы не делаем, как договорились в Минске? То есть, здесь же уже принято решение. И если бы они были выполнены, худо-бедно там бы был мир. Пока они не совсем выполняются. И в последние пару недель наметился отход от Минских соглашений. Ну, насколько я знаю, насколько я вовлечен в эти процессы. Наметился такой отход. Появилась информация о новых форматах. Нормандские там и прочее. Если хотим все начать с нуля и ничего потом не сделать, можно выдумывать новые форматы. Можно в Астану уехать. Никто не против. Астана площадку предлагает. Это только вопрос, а чем не подходит Минская площадка? Ну, какой-то новый формат в Астане. А зачем? Ведь, к чему это приведет? Минский формат будет перечеркнут. Договоренности, которые достигли в Минске, будут выброшены в помойку. Появится новый формат. Начинать с нуля. Мы знаем, к чему это приведет. Начинать с нуля. И самое главное, предлагаемый формат, насколько я знаю, на уровне глав государств. Уже столько было встреч на уровне глав государств. Столько заявлений. А на уровне глав государств точки соприкосновения и разделительная линия между силами не определяется. Там будут общие политические заявления. Их хватает. Просто соберутся, поговорят, разъедутся. И что потом? Но вы будете контактную группу создавать. Зачем? Я абсолютно убежден, и это знаю, что сегодня президент Украины настаивает на соблюдении минского формата и тех договоренностей, которые были достигнуты в Минске. Если что-то там время изменилось, где-то кто-то наступал, воевал, обстреливал, эта линия, которая определена в меморандуме Минском, изменилась, то эту линию сегодня надо начертить, сесть и определить, как была определена тогда линия. Надо сегодня, с учетом сегодняшнего, договориться о линии, о линии фронта, скажем так. Понимаете, Павел, о чем речь? И когда будет или старая подтверждена линия, которая по меморандуму в протоколах определена, или будет новая, начертена эта линия и согласована, от этой линии начнется отвод вооружений. Где на 120, где на 50, вот этих вооружений, от которых погибает много людей. Ну что такое град? Сорокоствольное орудие, 40 стволов, рауков 40 у града стволов, 40 стволов, 4 или 5 гектаров залп накрывает территорию. Вы представляете, сколько людей гибнет, когда идет обстрел? Что такое точка ракета? Это тактическая, по-моему, ракета. Точка. 120-150 километров. Вот недавно мы испытывали точку свою, стреляли по полигону. 120 километров, абсолютно точное попадание. Мощнейшее оружие. Разве можно допустить это? Надо отводить. Дальше 120 километров. Но от чего? От линии. Эту линию надо сегодня уточнить. Это главный вопрос. Где это было сделано в Минске? Так надо собраться, сесть и еще раз вернуться к этим переговорам, вернувшись с ним, уточнить эту линию и от этой линии отвезти войска. Это и ДНР, и ЛНР, и Украина, и Россия поддерживает этот процесс. И это сегодня можно сделать. Более того, это нужно сделать, потому что затягивание войны не в чьих интересах. Даже не в наших, я сказал почему. Поэтому это надо делать, и Минский формат, я почему-то убежден, что он будет востребован буквально в ближайшее время. Другого формата нет, и вредно начинать переформатирование. Потеряем время и ничего не сделаем. Это первое. Второе вы у меня что-то спросили. Что надо сделать для того, чтобы предотвратить? В принципе, оно в контексте так и происходит. А я вам скажу, что надо сделать. Желание, вовлеченных в этот конфликт руководителей. Все. Будет желание, это можно сделать. Я в этом убежден. Желание, вовлеченных непосредственно в этот конфликт руководителей государств. И этих республик. Мне кажется, здесь 95% договоренностей существуют. Они не может не озвучены. 5% Надо преодолеть всякие разногласия и помнить, что там гибнут дети. Не только мирные, неповинные, ни в чем люди. Оставшиеся люди, которым деваться некуда. Из 8 миллионов там осталось 3,5-4 миллиона в этом Донецке и Луганске на этой территории. Вы это знаете лучше меня. И там гибнут дети. Ты же представил, у каждого же свои дети есть. Да переступите вы через эти амбиции и сядьте договоритесь. Хорошо, приезжайте в Минск на любом уровне. Я готов в этом участвовать. Готов тут вам чай носить сам. Карандаши, ручки и прочее. Но переступите через этих 5%. Вот воля руководителей. Определяется линия. Буквально за несколько дней отводится тяжелое вооружение. Очень опасное. И начинается дальнейший процесс. Я знаю, там надо будет провести выборы муниципальные. Тоже можно договориться. Там надо определиться, как экономически будут развиваться эти зоны. Ну, вплоть до создания свободной экономической зоны. Это тоже не новость. Об этом там знают. Надо решать эти вопросы. И я уверен, в течение двух лет уже можно было порядок навести и кое-что восстановить. Ну, аэропорт, наверное, долго еще будет восстанавливать. А вот то, что в городе касается людей, жизнеобеспечения. Ну, надо же наши люди, добрые, простые люди, надо остановить эту войну. И немного для этого нужно. Я в этом просто убежден. Я отвечаю в свои слова.